Всем привет, это подкаст, мы в этом живем, в студии, на стиле. Сашка. Это отсылка на Уэнсдэй. Привет. Хорошо. В студии Пашка. Это отсылка пизерская. И в студии Дашка. Я не знаю, ни на что не отсылка. Ты не смотрела Уэнсдэй? Смотрела, ну. Ты не смотрела видео про разборку пизерской? Нет, не смотрела. Ты че, блин? Опять, блин, Даша и нема. Это же за прикол. Ладно, на что у меня отсылка? У тебя на стилевую девушку. На роковуху. Роковуху. О, я стиль. О, боже мой. По ввиду твоего сексапильного папку из семьи. О, роговушка в попеушка. Действительно, так и говорится. Спасибо, кстати, большое нашим слушателям, которые в комментариях под прошлым выпуском написали кучу фраз, которые они у нас переняли. Ну, как кучу. Три. Несколько. До нее там много было. И аукционы, и пук печать. Да, пук печать не особо порадовало. И сладкуши. И багажка фопитачка. И метнулся кабанчиком, да. И кетет был. И кетет, это вообще. А, кстати, та самая пук печать, которая кольцо, она уже у владельца теперь. В Новосибирске у Никиты. Мы отправили слушателю кольцо, которое ты изготовил вручную. Да, я его отправил. Никита, мы требуем фотки в Ракунгэнк, наш телеграм-канал. Я еще там бичик положил и конфет. Причем я в тихушку отправил, нам ничего не сказал даже. Вообще, Саня... Красавчик, красавчик. Вам напишешь, вы пошлете меня куда-то. Ой, ну когда такое было? За кем ты был? Друзья уже хорошие. Когда такое было? Когда такое было, кроме как всегда. Тоже мне еще дурак какой-то. Иди отсюда. Ну вот. Ладно, извините, простите. Как ваши дела? Как? Неделя? Чего вы там вообще? Я знаю, мы пишемся посередине только недели. Да, я не был готов. Ладно, как часть недели? Да как? Ну типа, круто съездили на твое днюху. Спасибо. Видишь, до сих пор себя не пришло. Да, что за ребра были? Боже мой. О, господи боже. Я настаиваю, чтобы Паша пришел в подкаст про еду и рассказал. Угу. Ты обязан. Я не раскрою своих рецептов. Мы его уговорим. Конечно, это не мой рецепт. Это я просто на ютубчике посмотрел. Но я с любовью просто делал, потому что для вас вы же друзья мои. Ну это правда. Там вообще все было богически, божественно вкусно. Честно говоря, я сегодня купила ребра. Ну просто я так, получилось, прогуливалась в супермаркете. Часто там гуляешь, да? Прогуливалась. Да. Райтит. Он, он, депло. Я реально прогуливалась. И я вижу, вот там на той же полке, где мы с тобой брали ребра, лежат еще одни ребра. Потому что там лежат ребра на этой полке. Такая, а возьму-ка я в духовке приготовлю. Я знаю, что не получится так божественно, но все равно должно быть вкусно. Вот. И взяла. И иду такая, ну вся напидорилась. Я ходила за косметусей, такая, знаешь, купила себе какой-то супер напиток. И очнулась в разделе с ребрами. Да. Нет, мне просто нравится, что я иду, вся такая, сумка, у меня тут шоппер, и вот этот напиток из сумки ребра выглядывают. Я такая, ну считаю, что стильная дамочка. Это гранж. Да, я бы так. Возможно, не знаю. В общем, вот так вот. Ну, раз я начала, еще продолжу тогда. Я сегодня впервые в жизни сходила на йогу. Так. Ну и что, ты уже преисполнилась в своем сознании? Что-нибудь хрустнуло? Ты как бы теперь понимаешь, откуда встает солнце, как движется ветер, что говорят листья? Пока нет. Но я не думаю, что я буду это понимать. Ты вообще с чем-то путаешь. Коннект со вселенной был уже? Пока нет. Я не знаю, он должен быть вообще. Я ходила на хатха-йогу. Это вроде как для тонуса мышц. Это хат-хат йога, да? Очень хат-хат. Для горячих. Я сегодня чуть не охренела. Мы там делали все эти штуки. Все очень тяжело. У меня все мышцы болят. Уже. Заранее. Сразу. Ну вообще, если без приколов и юмора, то действительно, у меня же супруга моя, ты помнишь, ходила. Она тоже, кстати, на хатху ходила. Очень круто, да. И нравилось. Она достигла тех результатов в плане состояния физического, которых хотела. Поэтому это в любом случае положительная практика. Мне нравится часть там, где вы расслабляетесь, лежите вот это в позе мертвеца, как это называется. А, так я тоже хожу на йогу, получается, каждый день. Расслабляетесь, какие-то специальные звуки издают. А в конце заваривают чай с травами. Это так прикольно, вкусненько. Я сижу такая деловая. Блин, может тоже как-нибудь походить на какую-нибудь йогу? Потому что в ночь с воскресенья на понедельник я как-то не так уснул, и у меня болит спина теперь. Просто болит. И все. Нам 30? Нет. Нам 34. Это вам 30. Это мне, да. Ну, в общем, я рада, прикольно. Даже раскошелилась на абонемент, который стоит миллиарды. Я такая, ну ладно, для себя, для любимой, подарю себе. Ну, Косметусю сегодня тоже себе подарила. Ну, короче, куча всего сегодня подарила. Одни подарки, да? Да. Живу вообще непосредством, если честно. Вот. А еще, короче, помните, когда мы покупали ребра, меня в супермаркете выцепила девочка, чтобы там какую-то анкету заполнить, там что-то это. Звонит она мне. Говорит, Дарья. Че делаешь? Я вас поздравляю. Вообще неимоверное событие невероятное служилось. Ваш номер теперь во всех базах, всех мошенников. Во-первых, да. А во-вторых, вы выиграли термосумку. Я представитель службы безопасности всего. Да. Дайте мне пароли от всего. Да, да. Выиграла термосумку. Господи боже. Хорошо. Вот. Так и она говорит, вручение призов состоится там тогда-то, тогда-то по такому-то адресу, типа. И вот там, знаешь, вот этот вот маркетинговые штучки, типа я специально для вас все подготовила, там то, все. И я такая, ах ты жопа такая, а? Ой, прям для меня все. Специально для меня. И я понимаю, что она, ну это специально так говорится, ну мне нравится, зараза, что специально для меня. Вот. И... Значит, два раза уточнила точно специально для меня? Да. Именно. Эксклюзивно, да? Для вас только лишь. И короче, короче, мне надо завтра прийти на это мероприятие, чтобы вот эту термосумку забрать и попробовать всю продукцию, которую они продают. А что они продают? Там, я не знаю, все, походу. Там она мне перечислила, там все, вообще, реально все. Вот. И я боюсь, что меня оттуда не выпустят, пока я не куплю все. Вот. Ну, короче... Не покупай все, все тебе не нужно. Купи что-то избирательное. Как это? Мне все надо. А, тогда покупай все. Тогда да, получается. Ну, в общем, да, завтра мне нужно туда пойти, забрать свою термос-сумку. Окей. Вот. Ну, и потом я, конечно, расскажу вам в следующем выпуске, как это все произошло. Было ли там что-нибудь веселое, бесплатное? Бесплатное. 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 Сегодня все бесплатное, потому что я не умею считать. Да. Обожаю этот мир. Это про тебя, да? Про меня. И про меня. Потому что я реально не умею считать. Я тоже. Я 24 плюс 12 на калькуляторе считаю. Блин. Ладно, не хочу об этом думать. Сашка, что там у тебя? Что у меня? Да, я рад. Ну, я извиняюсь, что на прошлой записи меня не было. Да, да. Твой вот этот вот злобный брат-близнец Леха, он, конечно, нам крови попил. Мы сначала думали, он прикольный. Да, я понимаю, да. Понимаю, понимаю очень хорошо. Извините, это больше не повторится. Леха опять в клетке. Не убежит в этот раз. Ты все-таки купил парковочное место, поставил туда клетку. Да. Какой ужас. Да. Надеюсь, все будет хорошо в этой записи, не как в той с Лехой. Надеемся. Так, Паш, а ты что? А я что, да вообще не успел вообще никаких действий произвести. Ничего со мной прикольного вообще не случилось на неделе. Чуть-чуть поработал, и все. Да, получается. Ну, на самом деле, не чуть-чуть поработал. Что-то, учитывая, что было всего лишь три дня, а надо было, ну, за эти три дня много чего сделать, получилось, что он просто был перенасыщен работой. И я такой, блин, эх, 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 да. Ну, в целом, как бы, все, я все сдюжил, все нормально. Сдюжил. Я наслышана, что у вас там были стейки на ужин вчера. Да, 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 да. Ну, я пришел, че, вот это вот ваше женское. А нам? Даша такая вкидывает. А у меня, типа, подкасты вечером. Я приезжаю поздно, она уже дома. Она такая, а как ты думаешь, я смогу сама пожарить стейки? Понимаем, да? Вброс дешевый. Я говорю, конечно же сможешь. А какие, говяжьи или свиные, я вообще не знаю. Как, что вообще, это что брать, а дальше как, туда-сюда, короче. В общем, приезжаю, она купила стейки. Причем купила говяжьи вот эти стейки, минутка, знаешь, тонкие-тонкие. Я теперь хочу их. Ой, это тонкие, ну, типа, я еще неправильно выбрала, я такая дурочка, вообще не заметила. А, зато вино подобрала идеально. Естественно, знаешь. Это купаж, там, с авиньон де буржуа, миллион in the middle of the night, как всегда. Вот, и что-то там она достала эти стейки, зачем-то положила их вот в такую глубокую тарелку, накрыла фольгой. Что ты делаешь? Уходи. Уходи, просто уходи. Она села. Вино. Я такая, ну, давай, давай, рассказывай. Да ладно, да ладно, ты же устал. Я говорю, да ладно, давай сделай. А ну, давай. Вот, ну, и я что, взял сковородочку, значит, туда оливкового маслица налил, кусочек, значит, сливочного маслица в оливковом растопил, ну, чтобы оно не горело, знаешь. Туда положил тимьянчика, веточки такие красивенькие. Пару, значит, зубчиков чеснока так ножом раздавил, и тоже в этом маслице. И вот оно все там перекипело, и я, короче, в этом маслице, так эти стейки, нац, нац. А сверху поливал ложечкой? И да, и ложечкой этим маслицем пряным, с розмариново-тимьяновым чесночным вкусом. Хоп-хоп-хоп-хоп так сверху пополивал. Слушай, а чесночение не пригорает, когда ты так делаешь? Нет, нет. Это медленный огонь? Да, не особо сильный огонь ставлю, потому что, тем более, эти стейки минутка, они там тонкие, им буквально там по две минуты с каждой стороны, и то много. Ну, и все, это выложил. Даже минутка, а не двухминутка. Солькой вот так вот посыпал, перчиком черным притрусил на тарелочке. Мама дорогая. Я видела фотку, и я такая... И я говорю, Даш, я выезжаю. Она такая, давай, тут еще есть, как бы стейки, едь. На слабо берет. Да нет, она просто наврала. Где они там есть? Я тебе умоляю. Я их готовил дольше, блин, в 20 раз, чем мы их ели. Я тоже вчера прокинула бокальчик вина, поэтому такая, сижу. У меня тоже салат был вкусный. Со строчателлой и томатами. Ой, девочки. Я бутерброды с колбасой ел. Ну, я потом тоже. Короче, я просто, да, решила рассказать, спрашиваться, думаю, ну, я, ну, че уже, ну, как бы, ну, че ты, ну, мы ж думаем. С января ноешь, что ты хочешь этот салат, ну, купи уже, ну, че ты там, ты-то вот давишься. Все правильно. Вот, и я такая, ну, ладно, Даш, хорошо. Уговорила. Да, да. И вот я лежу, бокал вина, салат, моя подушка анимешная с двумя парнями рядом. Думаю, шикарно живучо. Ой, ну что, новости? Да. Или кто там, заголовки? Да, да, заголовки, кто там. Кто там, заходите. Четырехдневная рабочая неделя делает людей счастливее, а бизнес богаче. Слышали? Я, на самом деле, только сейчас прочитал вот до эфира эту новость. Мне ее мой друг Юра прислал. И я с ней, черт побери, согласен. Вот эта трехдневная неделя показала, что я вполне себе могу решить все задачи, которые бы я растянул сто пудов на пять дней, ну, вообще без потери качества. И абсолютно вообще легко. И там есть статистика вот в этой новости, которую ты озвучил, что там какой-то процент работодателей сказал, что производительность не увеличилась. Ну, и не упала. Чуть меньший сказал, что, типа, она поднялась, ну, чуть-чуть поднялась, а другие сказали, что, типа, производительность поднялась вообще огромно, ну, в огромных количествах. И то, что работники замотивированы за четыре дня плотно поработать, чтобы потом три дня отдыхать. Ну, потому что два выходных, ну, это реально так мало. Ну, ты один день только одупляешься. Да, да. Второй день ты такой, ну, я одуплился. Стираешь вещи, готовишь еду, да. Господи, вот это вот, слушай, меня вот даже уборка и мытье посуды и готовка не так гнетет, как стирка. Так а что? Постоянно надо стирать. Ты же просто засовываешь это в машинку. Да, казалось бы, да, но постоянно, понимаешь, ну, типа, блин, все время есть эти вещи. И вот эти вот нюансы, что белое ты должен стирать с белым, а белого мало, а одну футболку тебе в падлу белую стирать. Поэтому я не стираю никогда. А постельное надо отдельно, а оно тяжелое, поэтому если простыню и два пододеяльника, и две наволочки запихнуть, это все не помещается. Надо либо два пододеяльника, либо только простыню. Но это долго, потому что оно должно два часа как минимум стираться, потому что это постельное белье, и ты такой, да сколько можно? Блин, ты так рассказываешь, теперь и я это дело ненавижу, хотя раньше всегда нормально к этому относился. Ну, я тоже заметила, что я часто как бы стирку закидываю, но у меня таких проблем нет. Я все как впихну. Я такая, давай, полчаса тебе даю. А, у меня, кстати, в этом плане все очень просто Вика стирает, потому что я парадоксально вообще не могу понять, что с чем стирается. Я могу разобрать на вещи, Вика придет и скажет, нет, вот это сюда, вот это сюда. Иди. Сашка из тех, знаешь, которые красный носок положат, белый такой. Я просто не понимаю, я не понимаю. Как цвета не различаешь? Да, блин, вроде различаю, но не так, как надо. Да! А представляете, раньше люди вот брали огромную деревянную доску и шпильковали к реке. Били ей другие. Да, чтобы, блин, в реке стирать. Да, в ледяной воде вот так вот. Да, да. Отфигачить несколько часов. Так что не ной, Паш? Хорошо, не буду. Конечно, буду кого-то. У меня же еще трехдневная рабочая неделя. В Екатеринбурге студент украл полмиллиона рублей у возлюбленной, чтобы дарить ей подарки. Какой молодец. Настоящий романтик. Так это не кража, это рефинансирование. Да, да. Это просто, как это называется, финансовый инструмент. Она же по факту-то ничего не потеряла. Да. Ну, а вдруг подарки какие-то стойные дарят? Она бы эти деньги потратила хрен пойми на что. Да. А так он потратил на подарки. Она бы купила ребра, косметусю, напыток. Ну ладно, хорошо. Хорошо, а остальные две тысячи рублей, на что бы она потратила? Стейки купила бы. Согласен. Толстый кот стал главной достопримечательностью польского города. Толстый кот. Ну, это который вот этот... Да, блин, уважаю его. Мне нравится вот этот, когда типа парень решил приготовить за тебя ужин. А где кастрюля? А есть ли у нас масло? А как включается плита? Я, короче, пиццу заказал. Смешно. Пьяный липчанин украл пешеходную дорожку весом почти в 500 килограммов. В смысле пешеходную дорожку? Ну, я так понимаю, это плиты какие-то, что ли. Ну, это вот туда, к нашим легендарным... Успешным преступникам. Да, да. Ну, типа, серьезно, пешеходная дорожка тебя чем вообще вот привлекла? Ну, она вроде... Я так поняла, что она какая-то металлическая, и он ее попросил друга отвезти на металлолом, типа, сдать. Ну, блин, ну, камон, ну, давайте весь город, типа, растащим. Так так и делают. Мне кажется, если бы мы сказали, давайте весь город растащим, он сказал, давайте. Хорошо, хорошо, давайте. Я в среду свободен. Вообще. Я считаю, что... Ну, блин, это дурацкое мнение, я сразу говорю. Ну, типа, если уж тырить, то вот эту рекламу, которая везде мешает. Вот это, типа... Да, да, которую... Выставка продажа шуб, да? Да, да, да. Которая на цепь привязана к столбу. Да, да, и на цепь привязывает дорожку. Как раз перегараживает дорожку. И с таких вот умных, как Даша, потому что тырят. Нет, я не хочу ее тырить, но, типа, если вы сдаете что-то на металлолом, вот это говно сдавайте, которое мешает ходить везде. А не пешеходную дорожку, блин. Которая помогает ходить. Которая помогает ходить. Согладен. Ну, и в чем мнение дебильное? Раз, предложение вполне обоснованное. Ну, по-моему, да, вот поэтому и дурацкая, да. Японец, опять тут про кражи. Японец украл больше тысячи чужих открыток, чтобы не чувствовать себя одиноким. Ну, типа, читать их послания там друг к другу. Я бы, если бы такое читала, я бы просто... Вот так вот передразнивала бы. Потому что там, наверное, там... Алена, я тебя люблю, твой Миша. И я бы сидела... Практически ушла культура открыток. Вот бабушка, когда из дома переезжала, и мы там собирали вещи, там, ну, типа, альбомы старые. Там вот, ну, целые пакеты этих открыток, огромные просто. Ну, там, с каких-то поездок, на каждый праздник. Ну, просто вот неимоверное количество. Люди прямо отсылали вот. Ну, как сейчас вот эту гифку блестящую прислать. Тогда вот было тогда. Только это ж надо было сходить, ее купить, на почте отправить. А музыкальная открытка. Музыкальная открытка. Вообще. Да. Вообще. Не, ну, у меня есть открытки, которые дарили нам слушатели. Ну, да. Мне присылали. Есть просто открыточки, которые мне кто-нибудь как-нибудь с подарком каким-то дарил, которые мне привозили откуда-то. И там написано, Даша, мы тебя любим, желаем тебе успехов. Ну, мне еще Даша присылала открытки, по-моему, из Питера и из Испании. Мне приходили прямо на почту. Даша приезжала две недели еще. Посмотри, я там в ящике вот почтовом что-то, может, тебе пришло, может быть, от кого-нибудь. У тебя есть наша открытка, которую мы тебе дарили на день рождения с нашей фоткой. Да, офигенная открытка. Я очень люблю. Она стоит у меня на видном месте. Кстати, есть видео, как ты ее получаешь. Да. Я его скину в архивный вторник на канале Ракун Гэнг. Это в Телеграме. Да, ссылка в описании. Вот у меня в почтовой ящике вообще открытки никто не кидает. Только долбанные соседи свою вот эту макулатуру свою как бы из своего ящика вытаскивают и мне суют. А то им обратно ее. Простите. Да я просто не конченый человек, блин. Я возьму и выкину, блин, мусорку. Короче, ребят, делайте друг другу признанную. Пошлите открыточку, можно быть. Денежек. Денежек. Может, мои соседи думают, что это рекламная штука, это есть открытки. Ой, а как она обрадуется, пихай этот каталог. Предприниматели Алтайского края придумали первый в России носкомат. Носки как-то замешаны, да? Да, носки. Ну, я думала, там что-то прикольное, интересное. А это просто вендинговый аппарат с носками, да? Ну, типа из-под лимонада, что ли, как-то так. И он с носками. И его запатентовали уже. Нитка вместо струи, да? И тебе носок вот просто шьется. Ну, а круто, ты выбираешь там принт, и он такой чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. И носок вырастает прямо у тебя на глаза. Вот это да, ничего себе. Но я думаю, что там не такой сложный вендинговый автомат. Я думаю, там тот автомат, который с такой спиралью, и он просто крутится, и носки падают. Обычный. То есть это как бы из-под лимонада. То есть ставишь стакан вот этот граненый в него, падает носок. И ты такой м-м-м-м. Супер. Носковуха. Заключенный попытался сбежать из тюрьмы под видом овцы и попался. Ну, как бы, я вспоминаю мультик вот этот. Мы бедные овечки, что-то там, что-то там, что-то там. Он же должен был выбрать хитрое животное. Надо было под видом лисы там убегать, знаешь. Ну, конечно, под видом овцы. Ну, что, кто? Сразу тебя раскусил. Да надо было под видом льва тогда. Да. Льва все боятся. Побоялись, да. Или орла, чтобы улететь. Да, да. Все разумно. Ну, или волка. Чтобы просто в цирке не выступать. Доля городская, как и людская. Нет, я считаю, что все-таки нужно быть в костюме льва, потому что львы круче, чем орлы. Кто там? Какой там спор? Волки и орлы. А, ну, значит, это волк, все. Да. Волки круче. Но волки чертят, как известно. Орлы отсталые. Не, мы любим и волков, и орлов, наверное. Ой, да. Ну, они животные, опасные. Я их боюсь. Дикие. Да. Вообще такие. Просто отбитые. Они идут такие, ржут вообще там, типа, олочные. По лесу своему, короче, что-то угарают. И там Даша опять путает диких животных с подростками. На них, короче, все смотрят. Они с колонкой идут музыкой играть. Все слышат. Короче, дивоты. Мне муж купил. Мне муж купил. Да, правильно я это стеру пью? Я сегодня узнал песню. Мне муж купил. А, да. Да. Что? А, да, да. Ты танцевала по дню в субботу. Ночью. С пятницы на субботу. Нет. Да. Ладно. Ладно. Да. Ну и что? Да ничего. Ну вот. Просто констатация факта. Что, можно подумать первый раз, танцуй под отстойную песню. Классная песня. Да и не последний далеко. Да. Ну что? А, нонс. У нашей студии сейчас выходит второй сезон подкаста «Вам помочь». К ведущей приходят люди, ответственные за сервис в своих компаниях. Это создатели бизнеса, менеджеры и директора по работе с клиентами. Они обсуждают кейсы и лайфхаки, которые работают на укрепление связи. Компания-клиент. Слушайте на любой удобной для вас платформе. Компания. Клиент. Связь на веки. Платформа. Ультрафиолет. Мне не 20 лет. Ну или какие-то слова были. Итак, рубрика «Бубрика» у нас. Бубрика. Спасибо. Очень масленичная. Значит, диетолог назвала способы сделать блины полезными. Положить в них деньги. Полезные. Пользы дофига. Берешь таблетки панкреатина, ложечкой так разминаешь в порошочек и в тесто добавляешь. А я бы даже как дрожжи кинула бы. Тоже можно. Вместо вот этой присыпки. Сверху так. Да. Ну прикольный вариант. Опять же, берешь здоровье многолет. Здоровье многолет, конечно же, покупаете у нас. Да. Добавляешь в тесто и вот. Ну может быть на 4 распечатываешь полезные лайфхаки и внутри блинчика укладываешь. Ну это как блинчики, ну печеньки с предсказанием. С предсказанием это блинчик с лайфхаком. С лайфхаками, да. Блинчики ж можно печь, ну, с рисунками разными, знаешь, как вот делают. Да. Можно также реально писать на блинчиках что-то. Лиц умножения. Да. Малому даешь, он пока хавает, изучает. Приятные комплименты, чтобы люди чувствовали себя лучше. Это важно, это важно. Вот ты берешь блинчик, а там написано, ты прекрасный человек. Да. Мне блинчик говорит, что ты прекрасный человек. Съем его за это. Так мило мне блинчик говорит. Блин, тебя так легко растрогать иногда. Вообще даже не вижу. Если там замешана еда, вообще просто очень легко. Так, что еще? Мне нравятся блинчики с лайфхаками, если честно. Да? Офигенно. Нормально. Ну еще со сгущенкой. Под красной икрой-то мне нравится? Мне тоже нравится. А с мясом? И с мясом нравится. А с ветчиной и сыром нравится? Да, нравится. Хорошо, ладно. Зайдем с другой стороны. Есть ли на этом свете хоть что-то, с чем тебе не нравятся блины? Сметана. Тебе не нравятся блины? Нет, сметана. Я не люблю сметану. И с вареньем так все. Ну, смотря какое варенье. Тут уже да, от варенья. Варенью варенью рознь. И мне не нравится с вишневым вареньем, потому что там типа есть ягоды, и как-то они неравномерно покрывают блинчик неравномерно. А я люблю так, чтобы зачерпнуть, и вот оно... Тогда тебе нужен джем. Да. Вот джем для блинчиков. Идеалити. Хотя я все-таки больше склоняюсь к топпингам, которые не сладкие. Мяско все-таки. Все-таки рыбка красненькая. О, знаешь, моя самая любимая начинка для блинчиков, она вот как раз таки не сладенькая. Берешь, короче, свининку, нарезаешь такими вот кусочками. Поджаркиваешь это все на... Делаешь пюре, и блины не нужны никакие, да? Не-не-не, поджаркиваешь это все, соль, перец, масло обычное. Можно с лучком чуть-чуть так. Ну, конечно, конечно. Ну, естественно, с лучком. Вот. Также поджариваешь картошку, просто делаешь жареную картошку, и заворачиваешь в блинчик жареную картошку, жареное мяско и сметану. Обалдеть. Свежую сметану. Офигеть, ну это прям жиробасина. Это вообще отвал всего, я обожаю это. Класс. Это жиробасина, жиробасная. Очень жиробасная жиробасина. Туда бы точно пару таблеток панкреатина завернуть. Ну, тесто, тесто уже с панкреатином. Да, слава богу. Я половину панкреатина, который производится, вообще ем, так что... Просто так, как конфеты. Ну, уже да. Просто его с завода гоняют. Опять этот? У меня просто есть панкреатинопровод в квартиру. Ну, раз Макдональдс... Точнее, господи, простите больше. Вкусную точку построили рядом, то тебе просто он необходим. Да. Как сделать блины полезными? Берешь всякие горные травы, ну и заворачиваешь их в блин, хаваешь. Хорошо. Так. Берешь диплом о высшем образовании и заворачиваешь в блин. Зачем? Ну, диплом о высшем образовании полезный. Или смотря о каком. Моя практика показывает, что нет. Нет? Да, все знают, что он бесполезный. Ну, значит, это неправильный ответ. Так, что? Ну, можно сделать блины, знаете, из этой смеси для протеиновых коктейлей. Ну, типа, польза. Слушай, блин, ну наверняка есть такое на Ютубе что-нибудь, да? Да. Я не знаю. Узнай. Минись. Алло. Ютуб? Протеинск? Здравствуйте. Что там у вас? Протеинск. Какой Протеинск? Надо же в Элькарнитинск было звонить. Да нет, нужно сначала в администрацию вообще всего пользового района звонить. И там уже и Панкреатинск, и... ПП-шные области, да? Да, всю ПП-шную область нужно напрять сначала. Там уже в администрации тебя направят куда-нибудь. Слушай, ну, наверное, чтобы блины были полезными, нужно, чтобы там в начинке была только вареная курочка и овощички, там рыбка и овощички. И безусловные области, да. Да, и блин, это яичный вообще. Авокадо, авокадо, обязательно авокадо. Да, авокадо. Да, да, да. И блин яичный, то есть он не тесто, а просто размусяканное яйцо по сковородке. Омлет. Омлет, то есть тоненький. Ну, типа того, да, наверное. Гадость какая. Что? Не люблю омлет. Почему? Омлет вкусненький. Ну, ты же ешь овсяный, блин. Комары летят, слышишь? Ну, овсяный, блин, да. Так это же то же самое, только с овсянкой. Нет. Ну, нет, оно как больше на тесто похоже. Это вообще другое. Вообще. Омлет, он странный. Он какой-то мягкий. А скрэмбл нравится тебе? Блин, вот я яичницу не ем. Он какой-то мягкий. Потому что мне не нравится вся эта соплеобразная штучка. Так зажариваю до состояния. Ну, вот я, типа, когда я делаю яичницу, я прям выжариваю все. Угли прям просто. Да, и хрустит вот такое. Молодец. Поэтому, когда мы ехали отдыхать, я сказала, яйца жарьте себе сами, потому что я вот эту штучку, знаете ли, не очень умею делать. Готовку. Эту вашу заботу о других. Ну, полезные блины, когда они куплены по акции. О, да, это очень полезно для экономики. Тебя. Личной экономики. Да, мини-экономика. Согласен, согласен полностью. Особенно два по цене одного. Это вообще классно. Да, согласен. Я люблю очень. А три по цене одного. Да вы чё. Ты это самое. Давай мне тут не это, потому что я сейчас с ума сойду от от хотения. О, ну смотрите, блин ещё может быть полезен, допустим, с кожи у вас сухая на лице. Ты раз всё прорезь... Шкребёшь в блин, да, и ешь? Нет, прорезь и сделал, как на тканевой маске положил. Сидишь, балдеешь! Есть миллион фоток таких в интернете, где люди сидят с блинной маской. Зачем просто пригородить? Блеск придаёт здоровый лицо. Ну да, и хайлайтер не нужен, всё. Ещё полезный блин, если он помогает вашему ребёнку делать домашнюю работу. Да. У тебя такое было? Полезный блин? А у тебя было такое, что ты блин на лицо положила? В каждый день. Тогда и у меня такое было. Практически уверен, что... Ну, это у нас у всех такое было, когда ты ребёнок ешь, блин, и балуешься. И наклейку от банана я себе на лоб не клеил. Я до сих пор клею. Я представляю, Вика... Господи. Она тоже клеит. Я тоже клею. Ставьте лайк, пишите в Раконбэнк, что если клеите себе наклейки от банана на лоб. Смайлик банана ставьте, пожалуйста. Боже, мне всё ещё 34. Ну ладно. Вот. Ну ладно, давайте узнаем, как уже эти блины дурацкие можно сделать... Какие они дурацкие? Они хорошие. Как их сделать полезными. Они же тебе комплименты говорят. Ты забыла, что ли? Да, я разговариваю дома с блинами. Не удивлюсь. С анимешной подушкой, с кошкой и блинами. В твоём стиле, да. Ну и слушаю соседский концерт каждый день, конечно же. Итак, диетолог призвала печь полезные блины на муке грубого помола. Он такой, типа, ты дура. Кончено. Слышь, ты свои блины, блин, знаешь, куда все засунули? О, ну-ка, а можно я сделаю из тебя блинчик? Мне всё равно. Очень грубо, ну ладно. Ну да. Из себя что-нибудь сначала сделай. Представлять себе хоть что-нибудь. А потом, блин, обращайся. И ты ешь блин, вроде правильный, полезный блин, но почему-то... Осадок такой. Почему-то плачешь. И он такой ещё комом вот так встаёт, типа... И что-то там пытается договорить. И ты такой, ну там, слышишь там... Ужас. Ну я бы всё-таки с красной рыбкой пить почёл. И не грубого помола. Не грубого помола. С мясом, картошкой и сметаной. Тоже нормально. Да это три отдельных блюда, блин. Да. Вообще ужасно. Совмещает. Посмотрите, чё. Новости. Мужчина случайно съел редкий чипс и лишился 9 миллионов рублей. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ничего себе. Не хотел бы я оказаться на месте этого добряка. Это как тот тип, который 11 тысячами биткоинов за пиццу расплатился. Ну, короче, это в Великобритании случилось. Естественно, он не рубли не выиграл. А не выиграл он 100 тысяч фунтов стерлингов. В общем, там какая-то контора. Чипсовая. Чипсовая контора. Чипсы и ко. В Британии такие. Если вы найдете вот этот чипс в форме чего-то, мы вам заплатим кучу денег. А он не знал про эту штуку и записал тикток или там видео просто, где он хавает этот чипс. И все начали писать. Нет! Ты что сделал? Вот. И он где-то спустя неделю узнал, что он как бы... Опростовалось. Да. Оконфузился, так сказать. Я очень боюсь такой ситуации у себя в жизни, знаешь. Где я упустил миллиарды. Из-за того, что съел чипсу. Да. Это ужасно. Чипса была в форме сердечка, кстати. Как ему обидно, наверное, кошмар. Ну и сердечко не такая, знаешь, уж... Блин. Надо было вырезать. Слушай, ну... Да, мне кажется, чипса должна быть в форме купона на 100 тысяч денег. Или несъедобной, знаешь. У меня есть, короче, две истории. Одна лично моя, другую я просто читал. С какой начать? Другую я украл. Ну давай... Свою давай. Свою. Значит, мелкий Пашка постоянно с бабулей куда-то ездил. Все время. Например, на фабрику Вилли Вонг, да? Потому что вы выиграли билет. Конечно нет, Саш. Что за чухня? Едем мы, значит, в ТОПС, потому что бабушка с хором от своей почты ездит на слет других хоров от других почт. Так, а это не чухня, да, по-твоему? Хор от почты? Ты там вообще-то очень серьезный был замес. Там такие подковерные интриги. Кто там возьмет вообще что? Ну я там прям совсем мелюзга-мелюзга. Вот. И есть даже, ну, семейные хроники. Там снимали на камеру, как я малой в джинсовом костюме еду и ем огромное яблоко. Вот. И смысл в том, что я почему-то очень хорошо помню эту поездку. Ну типа там четки, бабушки все такие. Ой, молодец, какой Пашенька хороший, иди сюда. Ну типа, ага, что, хотели, да. Вот. И, ну, правда, она отложилась, эта поездка у меня в голове. И я помню тогда очень четко, была жвачка Стиммерл. Сейчас ее нету, по-моему, уже. И был у них рекламный вот этот вот ход про золотую подушечку Стиммерл. Да. Вот. И едем мы, значит, в автобусе. И все, конечно, там набрали хавки разные. И у кого-то этот Стиммерл. И одна бабушенция. Ну, блин, скорее всего, она не была бабушенцей. Она была теткой. Может быть, даже женщиной. Ну типа, не очень-то старой. Но я-то сколько мне? Четыре-пять лет. Мне казалось, что она, конечно, вообще. И она, короче, достает реально эту золотую подушечку. Я это, блин, очень четко помню. Из пачки Стиммерл. Значит, вот так вот ее трет. С нее слазит, типа, эта хрень. Она говорит, да, ну она ж не золотая. И выкидывает ее в окно. А я такой, да вы че? Вы че, блин, рекламу не смотрите? Ну я там вообще был никем не понят. Потому что шо ты, блин, пятилетний лопочешь какой-то? А там, ну, что-то весомый какой-то приз был тоже. То ли лям, то ли что-то. Это по тем временам. Это вообще все деньги мира по тем временам. Ну это типа прям девяностые какие-то. Реально девяностые, там, не знаю, шестой или пятый год. Девяносто. Шестой или девяносто пятый. Ну то есть, блин. И я это так четко помню. Но никто вообще не придал этому значения. Ну вообще из всего автобуса все такие, ну и хрен с ним. Вот. Хотя, ну, как можно было не видеть эту рекламу. Она из каждого утюга играла, не понимаю. Пипец. А вторая история про Кока-Колу и, значит, тоже их акцию какую-то очень странную. То есть, они сказали, что если вы насобираете там сколько-то крышечек с чем-то там, с каким-то знаком, то выиграете типа истребитель. Ну или там реально какой-то самолет. Настоящий самолет. Настоящий самолет, да. Ну типа не пассажирский, а вот какой-то там, который, ну тоже стоит там миллионы долларов. Типа вот промо-акция такая у них была странная. Это где-то там в 80-х или что-то там такое. И какой-то, значит, блин, юнец, не будь дурак, думает, ну и он посчитал, сколько надо денег приблизительно, чтобы типа собрать столько крышек, сколько они типа хотят и выиграть этот самолет. И что-то там около 200 американских денег получилось. 200 тысяч. Но самолет, соответственно, стоит там, ну 40 миллионов. Ну здесь в разы как-то очень дорогой самолет, потому что, ну блин, это самолет, камон. И он что сделал? Он пошел к какому-то бизнесмену и говорит, блин, инвестируем, давайте так, да, замутим. Они реально выкупили, ну там, партии, все эти колы, на эти все истории отнесли. И типа очень жестко Кока-Кола съехала, изменила правила конкурса, ну по ходу, короче, этого. И естественно, никакой самолет ему надо давать. Ну типа, во-первых, скорее всего, как пишут, никакого, блин, самолета у них нахрен не было. Они просто, ну типа, вкинули эту историю. С учетом, что никто и не принесет столько, да? Да, и там суды шли какие-то очень там долго, короче, что-то вот, и я не помню, ну, закончилось оно тем, что, естественно, самолет ему никто не дал, но вот получил ли он вообще хоть какую-то компенсацию или вообще-то проиграл, по-моему, он просто проиграл это дело. И все-таки признали, что никто ему ничего не должен. Но схема была красивая. Типа, вот вам, ребята, хотели, блин, нас налюбить, мы вас сами сейчас налюбим. Ну, и сами облюбились. И сами облюбились. Ну вот раньше я частенько на предновогодние акции Кока-Колы попадал, я собирал крышки и менял их там на носки, на какие-то стаканы, на елочные игрушки. Ну, это работало, это работало, это просто, потому что это как промо-акция, реально просто они с нее больше зарабатывают. Вот, потому что ты возьмешь не одну бутылку, а две, потому что там же надо по половинке, ну, типа, под каждой крышкой половинка картинки, насколько я помню, была. Не, это было очень давно, я помню, где там пол велосипеда, пол футболки. Да, да, да. Не, я просто про не так давно акции, которые были, там просто с баллами. Типа, на крышке столько-то баллов, столько-то баллов стоит там столько-то. Это вот столько-то баллов. Ты там кучу крышек принес, все собрал. Вот. Классно. Участвовала в каких-нибудь акциях? Неа. А термосумку выиграла, ты что-то ей рассказываешь. Ну, только вот в этой, видимо. Ну, а там девушка меня просто так выловила хитро, что я опомниться не успела. Хитро, она просто подошла, сказала, здрасте, запомните. Так она подошла. Да, она напугала ее. Она меня напугала, типа, я перевернулась, она вот так, она передо мной вот так уже стоит. Я такой, скажи все свои данные. Пин, код, 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 код от карты. Город Краснодара, улица. Ну и все остальное. Да. И она еще такая, 800 рублей давай. А, цыганка. Опять ты. Как ты тогда доехала? Она такая, заполни анкету и приложи 800 рублей. Ну, буду я вот, припрусь, короче, на следующую запись такая с термосумкой. Мы будем завидовать сильно. Да, и я такая, хренаку так ее на стол выложу. А вы такие, уаааа. Похоже на нас. Я в нашем силе. Сто процентов так сделал. Вот и все. Да. Я все сказала. Ну, короче, не знаю, съесть чипс. Ну, как его не съесть? Это ж чипсик. Это ж чипсик. Я вот недавно сидела, думаю, вот бы чипсик сейчас заточить. Купила и заточила. Нет, дома не было чипсиков. Я такая, я не пойду никуда. Не хочу ходить. Доставка. Не хочу. Доставку. Это просто там же нельзя один чипсик заказать. Это надо, чтобы ты еще один чипсик заказал. Принесите мне вот чисто один чипсик. Да. И курьер на седьмом. Ошалела она там. Я убью ее. Я убью ее. Просто уничтожу. Да, они с такими словами, в принципе, и поднимаются. Бедняжки. Вот. Ну, а что? Я туда каждый день поднимаюсь. Ничего. Понятно? Понятно. Да. Понятно. Им от этого легче стало. Ну, да. Я считаю, что да. Следующая новость. Женщина выиграла 3 миллиона рублей и решила потратить их на голубей. Голуби такие. Слушай, некоторые породы голубей стоят. Ну, то есть она может просто одного голубя купить. Значит так, Света. Берем бэху семья давала. Я тебе говорю, тонируем ее в круг и хасаним по району. Что за слово хасаним? Хасаним, ну? Да. Катаемся, кайфуем, там, свицы наводим. На перекрестке каком-нибудь. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Да-да-да. А там голубь. Музыки навалить, побуксовать где-нибудь там что-нибудь. Ай-яй-яй. Да-да, кальян покурить, вот это все. Прям захотелось на такую тусовку, если честно. Похасанить прям захотелось. Да. Ну, понимаешь, есть машины, которые под хасанение не очень подходят. Но моя нет. Например, твоя или моя. Моя очень официальная деловая машина. Ну, базару ноль. У которой забились эти штучки, которые водичку плимкают на стекло. Очень официальная деловая машина. У которой забились эти штучки, которые плимкают водичку на стекло. Ну, я забыла, как они называются. Чук-чук-чук-чук-чук вот так стирать. Какая-то хрень называется. Омыватели. Да? Ну, да. Ну, короче, да, блин. Забилось. Как тебя из стороны-то в сторону кидает. Иди-дю-плю. Да, нам это. Не, короче, это... Подтяните. Это мы так с Глебом ехали вот на нашу тусовку, когда, ну, на день рожденную. Потому что, ну, было пасмурно, мокро. И у меня замерзла вода в омывашке. И замерзли эти омыватели. И получается, с одной стороны, с пассажирского, там что-то писает на стекло. И вот это все размысякивает по стеклу. А мы едем по трассе, и я так... Да что такое? Ну, то есть, вот это вот все. Глеб из бутылочки поливает. А Глеб там атоматату глушит, блин. И едет такой, Даш, мне пофигу, я кайфую. Я такая, да пошел ты. Из окна. Ну, реально, я чуть ли не вот так ехал. Вот так. Короче, да. О чем говорили? А, голуби. Ну, я дико извиняюсь, а столько денег на голубей мы шоем. Одежду покупаем, прически делаем. Голубиный педикюр. Или что у них? Лапкокюр. В кардигане такой с кандибоббером на голове. Не, это же есть выставки голубей. Это есть редкие породы голубей, которые прям красивые. Или какие-нибудь там, не знаю. Просто люди, которые для кайфа голубятню содержат. Да, это хобби. А что там прикольного? Заводить голубей. Просто разводить голубей и радоваться им. У меня, получается, есть хобби? Да, у тебя есть. У меня есть локальная голубятня, если что. То есть, Лобинске старый дом, который у нас был. У нас сосед вот с одной стороны держал реально голубятню. И там прям, ну, очень много ей времени уделялось. Прям вот обслуживание, перед зимой ее утеплить, весной ее покрасить, освежить. Там где-то что-то, ну, там вообще все время движухи. Ну, в небольшом количестве, но были. И они знали дом свой. И мне однажды дали, короче, в руки голубя. Типа, вот вы домой поедете, ты его выпусти, он прилетит к нам. Да, да, да. Ну, а также голубиная почта и работала. Ну, да. То есть, чтобы отправить письмо куда-то, с собой брали голубей из того места. И когда надо было брать, прикладывали письмо, запускали голубя, он летел домой. То есть, а не так, что ты говоришь, Сема, ты летишь, короче, в Нижний Вартов. Навигатор прицепил ему. И он такой, блин, где тут этот поворот? Ничего не понятно, блин. Я же вообще лечу не еду, какие повороты. Так их не едят? Есть и съедобные голубы, которые мясные породы. В зависимости от пород. Да, да. Ну, то есть, но могут просто, типа, ну, у меня живут птицы, и все, я с ними ничего не делаю. Да, декоративные. Ну, или просто они мои друзья. Знаешь, как вот эта женщина в один дом, помните, с голубями? А, ну, ладно, ну, окей. А кошатню можно устроить? Нет. Кошатню. Конечно, можно, да, тоже хобби. Кошатня, это, мне кажется, классное название для массажки какое-то. Кошатня. Кошатня. Да почему? Ну, такая дешевая массажка. Ты приходишь, и тебе просто на спину кладут кошака, который такой... Мы, короче, хасанили по району, потом в кошатню поехали. А, такая массажка, я понял. Там... Ой, вообще, как вы хранете что-нибудь. Не, ну, ладно, а в новости есть реально сведения, куда три ляма ушли-то? Ну, вот жена хочет своему мужу обустроить голубятню. Типа, это было его хобби, но потом он не смог дальше этим заниматься, я так понимаю. С финансами, что ли, были какие-то проблемы? А, нет, с коленом, с коленом. С финансами, смешно. Ну, такая проблема у меня были с финансами жена. Она такая, а, так у меня три ляма есть, ты давай найдешь. Хочешь? Я же у тебя как раз все это время воровала. Ну, вот, она ему купит эту голубятню, вот, сделает ему там голубей. Супер, хорошо. Вот, ну и там деньги какие-то останутся, наверное же, они поедут куда-то путешествовать. В соседний город. С голубями вместе. Такая вот голубиная семья у них. С голубями вместе. Здравствуйте, аэрофлота, нам вот надо заказать два места для людей и 17 для голубей в вашем самолете. Ну, если что, они могут подвое на одно сесть. Да, да, да. А может даже и по пятеро. В целом, как бы, они небольшие довольно размером. Вот, ну, вот так вот. А что? Хорошо, хорошо, я считаю, это хорошо. Ну, вот так вот потратить деньги. Ну, если это принесет... Для любимого человека. Да, принесет счастье любимому человеку. Почему нет? Да. Я бы хотела тогда, чтобы, если бы мой потенциальный муж там выиграет сколько-то там денег, чтобы он мне там винный этот уголок устроил. А если ты выиграешь несколько там миллионов денег, ты мужу своему вот так вот купишь? Ну, не знаю. Ну, вот реально голубяк. А он мне как? Ну, он мне там слишком дорог и близок. Ну, а я вот типа люблю? Да. Наверное, что-то куплю там. Жвачку. Пиво. Пиво, блин. Баночку. Я ему пришлю открытую. Но очень романтично. Очень романтично. Музыкальную. Вау. Ти-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри. Хрен тебе, а не голубятня. Ну, наверное, да. Ну, не знаю. Мне сложно сказать, потому что его нет. И его нет. Он не спать. Мужа нет и голубятни нет. Все. Удобно. Так что винный уголок мне. Пук печать. Пук печать. Получается, да. Узаконили. Поэтому следующая новость. Вооруженный грабитель решил доесть жареную курицу жертвы и попался. Потому что в этой курице была скрытая камера, да? Оперативник в ней был. Оперативник. Не, думал, там ведущая вот этих шоу, типа, вас снимает скрытая камера. А на Дуду прям вылазит. И он ее за плечо. Не, ну, блин. Обидно тоже. Ну, короче, чувак выходил. Ну, он припарковался, выходил из машины. Вот. Другой чувак к нему подошел, наставил пистолет. А вот этот вот, который водитель, он нес курицу с собой. Ну, обычная ситуация. И, в общем, он отдал там кредитку, машину отдал. Ну, и курицу тоже. И курицу давай, че. Вот. И чувак, этот грабитель, сел в тачку, начал хавать зачем-то эту курицу. А этот вызвал полицию. Я стою вот здесь, вот прямо возле моего окна. И он просто... Он меня даже слышит сейчас. И жрет мою курицу. Вы слышите? И на фоне, реально. О, блин, вкусная. И полиция такая, ну, это вообще, это так, это особо жестокостью получается преступление. Ну, и вот, они типа приехали такие, так, курицу вверх. На базу. Да. И как бы, вот и все, такая ситуация. Но я понимаю, вот если бы я была таким грабителем, а этот чувак нес бы те ребра, которые Паша тогда пожарил, я бы тоже, наверное, такая, села бы сразу их сжрать, и все. Эй, эй, эй. Вау. Надо со всеми делиться ребрами. Да там этих ребер, я просто вот реально... Ну, ладно, не со всеми. С нами. Я заранее взяла два куска, потому что я вот так моргаю, а там ничего нет. Ну, это как вообще называется? Фокус! Да. И все сидят... Быстрее сожрать, чтоб в дашке не досталось! Да, такой был план. Я поняла. Ну, в общем, чё? Курица, наверное, была ок? Ну, это вообще какой-то как будто эпизод из «Не грози южному централу». Ну, по своей глубине юморески. Типа... Есть такое. В чём твоя проблема, тип? Ты же можешь просто, ну, ехать и есть за рулём. Ну, так хотелось есть. Ну, или он такой... Она так пахнет. Заляпаю жиром в новой машине руль, да? Да, да. Она так пахнет вкусно. А лучше сядут в тюрьму. Да, да, да. Там курица каждый день. Сколько ж он её ел, блин, что полиция успела приехать и его задержать. А, ну, если бы в России, да, там, наверное, нужно было бы прям партия, да, большая курица, чтобы... Он подкидывает ему ещё по ножке в окно, чтобы его задержать. Давай, давай. Сейчас я ещё наггетсов принесу. А ну стопе. Я представляю так, что эта кафешка была где-то за углом, и просто копы тоже там отоваривались курой. И они такие подъезжают тоже, всё, морда, блин, курица жирная, там, доедают эту ногу. И стали обеспачканы. Один уронил его с кольцей, потому что... Типа, стоять! Один пытается жирными руками вот эту влажную салфетку открыть, а не получается, что руки уже жирные. Стоять! Сейчас! Блин! Ну, да, да. Ну, а чё? Ну, а ты рассказывал, да, что ты ехал в общественном транспорте и цыганка ела курицу? Да, цыганка с маленькими цыганчатами в трамвае ела курицу. Ничего более отвратительного в жизни я не видела. А когда в последний раз вы ели куру-гриль вообще? Честно, они как будто бы исчезли куда-то, да? Они есть в ленте. В магните. В магнитах есть, но... Но этих нету вагончиков или как они? Ларёчки. Прикольных ларёчков, да, с курами-гриль. И там соус всегда вкусный. И курица, она зажаренная. Прямо такая, ух да. Я обожала там вот эту вот фигню. Со специями всякими. На первом курсе, когда я учился, ты, получается, на втором? Да. Возле гирошной, вот которая потом от Ходспота открылась, вот там была такая точка с курами-гриль. Очень вкусные, очень пожаристые. А когда я учился в техникуме в городе Услабинске, там был магазин под названием «Кавказ». Во-первых, это точка, где он работал круглосуточно, это, по сути, где был кругляк просто магазин. Там таксисты тусили, потому что, ну, круглосуточная точка, и, соответственно, они там кофа пили и всё остальное. И вот там такие вкусные куры-гриль были. Ну, тебе его ещё упаковывали, вот этот термопакет, знаешь, такой. Ну, там шусачок этот с курицей оставался. И мы шли, короче, с Илюхой, моим однокурсным, ты знаешь, Илюху, или с Антоном, или втроём мы шли, и, типа, давайте, короче. Возьмем. Возьмем, да, покупали эту курицу, приходили кому-нибудь домой, трепали, блин, очень вкусно. Я помню, в Оренбурге я ещё жила, и там была сеть ларёчков «Куриная карусель». И там были куры-гриль прикольненькие такие. Ну, да, мне нравился соус всегда вот этот белый. И вот, ну, моё любимое – это белая месява. Ты её отрываешь вот с этой корочкой, макаешь в этот соус. Это вкусно. Ой, у вас споня. Да. У меня же слюни текут, хочу куру-гриль теперь. Да, сейчас, ну, видишь, шаурма вытеснила куру-гриль. Ну, вот в плане ларёчков, да. Ну, потому что шаурма как бы порционно, не всегда с руки тебе брать куру-гриль. Ну, да, чтобы потом в трамвае есть, детей ещё как-то кормить. Шаурму – это попроще в этом плане, ну, да. Зато для грабежа вообще самое то. Ну, да, для отвлечения этого угонщика машины самое то. А я, может быть, сейчас пойду домой, заеду в супермаркет. Окей. Я сейчас тоже, кстати, реально. И куплю себе кусок месявы. Что бы это ни значило. Ну, куры. Ты воспринимаешь что-то? Нет. Паша почему-то не воспринимает слово месява как мясо. Ну, и дурак. Ну, и дуросява. Ну, и дуросява. Ну, в общем, куплю совос этот. Куплю кусок курочки. И буду кайфоваться. Так ты ребра купила. Ну, ребра их надо намариновать ещё там. Кстати, чем замариновать ребро? Ну, во-первых, надо там сзади вот на изогнутой части плёнку удалить. Причём это надо делать с помощью бумажного полотенца, потому что просто пальцами она очень жирная, ты её вряд ли снимешь. Хорошо. Потом вилочкой потыкать это ребро. И я делал маринад из яблочного пюре. Угу. А-а-а-а. И чего ещё? Звуком подлетения диалатного интернета. Да. Яблочного пюре. Так. Кетчупа. Кепач. Да. Наверняка там было что-то типа соевого соуса. Так. Паприка. Там была перец чёрный. Угу. Вот. И чесночине. И чесночине. Наверное, там было. Отличине. Да. Отличине. Но вот намазку я такую не сделаю, у меня... А, чё, я вру, есть у меня коньяк. В машине валяется. Да просто купи барбекю, да и всё. Да. Это в идеале должен был барбекю быть. У нас не было чего-нибудь. Не было какого-то элемента. Вустерширского. Да. Вустерширского или хотя бы просто соевого, чтобы туда... Барбукой намазать просто? Ну, в идеале, да. Ну, ладно, намажем. То есть ты их сначала запекаешь в этом самом, а потом корочку... Ну, то есть в фольге ты запекаешь, потом их достаёшь, снимаешь, мажешь барбаку и запекаешь до румяной корочки. Ага. Но я так думаю, что это процесс будет такой. Часа на четыре точно. Ну, мне нужно день освободить. Ага. Ну, я освободил. Чисто рёберный день. Ты как начнёшь мариновать, там, готовить уже, ты майкнинам. Да. Наверное, в субботу. Мы приедем, сожарём все твои рюберные. А если я замариную в пятницу вечером, а в субботу начну готовить? Это всё. Нормально. Вообще нормально. Слухал, Пашка в субботу к ней припрячила. Да, пожалуйста. Рёбер сожарём. Да, пожалуйста. Ну, правда, приезжайте. Да, она купила один патронтаж. Ну, я ещё один куплю хоть. Если вы приедете, я возьму ещё один. Серьёзно? Да. Нифига себе. Багачка, багачка. Угу. Ладно. Так что... Собирайте свои жопы! У кого-то день ног, а у кого-то день рюбер. Идуйте ко мне на хату. Будем хавать рёбра, смотреть «Четыре свадьбы». Блин, кайф вообще. Блин, отличная идея. Блин, планы на субботу. Мы поедем к Дашиным родителям. Я свободен. Словно птица в небесах. Бери Вику. В смысле? Алло, вы должны были сказать, ну, ладно, Паш, раз вы с Дашей не сможете, мы без вас не соберёмся. Ой, нет, как мы без Паши будем веселиться? Непонятно абсолютно. Наверное, тогда не будем точно никогда собираться без Пашки на тусовки. Я рад, что ты, Саша, это понял и очень искренне об этом заявил. Так а что, а завтра выходной у тебя? Я завтра с Юрой договорился. Ну, вот и целуйся со своим Юрой. Да, именно об этом я и договорился. Всё, именно на этой ноте мы завершаем наш подкаст. В студии с вами был Сашка. Это я был, всем пока. Пашка. Дело ничего противозаконного, всем пока. И Дашка. Рёбра! Пока. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok